ВООРУЖЕННЫЕ СИЛАХ АБХАЗИИ В 2001 году в Сухум пытались прорваться в грузинские вооруженные формирования, абхазские военнослужащие разбили лагерь. В течение двух недель солдаты срочной службы, военнослужащие, контрактники и курсанты Сухумского высшего военного командного училища вооруженных сил Абхазии под руководством опытных офицеров и военных инструкторов проводили занятия по военной и боевой подготовке. В артиллерийских подразделениях вооруженных сил проводится полевой выход. Такой полевой выход мы в таком виде делаем первый раз. То есть заключается в том, что мы автономно встали, выбрали место стоянки, место лагерного сбора. Первый раз приехали сюда с палатками и со всем необходимым. В полевом лагере занимаемся вопросами отработки специальной подготовки, технической подготовки. Вообще отрабатываем нормативы по всем предметам обучения. Завтра мы выдвигаемся в место постоянной дислокации. У нас два дня на обслуживании вооружения и техники. Все ставим на места постоянной стоянки. Ну и дальше продолжается процесс боевой подготовки уже на месте постоянной дислокации. Завершающий этап учений состоялся на одном из полигонов Министерства обороны. Здесь по установленным в горах целям стреляли молодые артиллеристы. И практически все цели были поражены. Цель 101. Огонь! За учениями наблюдал первый заместитель министра обороны, начальник генштаба вооруженных сил республики генерал Анатолий Зайцев. Полевой выход артиллерии это на полмесяца войска уходят в поле, живут в лагере и отрабатывают нормативы по военной топографии, медицинской, связи, инженерной подготовке, маскировке и выполняют главные огневые задачи по поражению противника. Это уже у нас стало хорошей, нормальной системой. Результаты, как вы видите, хорошие. И главное, командиры подразделений, прибывшие сюда, управляют огнем своей артиллерии. То есть он уже лично знает, как его подготовлены артиллеристы, учатся сам правильно подавать команды, правильно переносить огонь. Я думаю, что вот эти полевые занятия, которые мы систематически стали проводить со всеми видами и родами войск, дадут хорошие результаты. Не только оценка 4,5, но и в случае развязывания военных действий противник будет надежно поражен. Генерал Зайцев уверен, что вооруженные силы Абхазии сегодня в состоянии отразить любую агрессию. Вооруженные силы Абхазии включают в себя, в первую очередь, сухопутные войска, состоящие из различных родов войск, военно-воздушные силы и военно-морские силы. Это основное, что стоит на вооружении вооруженных сил Республики Абхазии. Также в состав вооруженных сил в особый период включаются специальные части от Министерства внутренних дел, отряды проведения специальных операций, отряды пограничных войск. То есть достаточно емкое количество личного состава и техники и достаточное для отражения агрессии противника. Командующий ракетными войсками и артиллерии вооруженных сил Абхазии Аслан Ангваб также положительно оценивает результаты прошедших сегодня стрель. Можно оценить по-разному. Тут расчеты разные, батареи разные, но общую оценку можно поставить на хорошо. Учения в вооруженных силах Абхазии проводятся систематически в соответствии с планом боевой подготовки, утверждаемым главнокомандующим президентом Сергеем Бага. Субтитры создавал DimaTorzok